Библейский портал экзегет.ру представляет Двенадцатая глава Евангелия от Луки для библейского портала экзегет. Читаю свой, пока не изданный перевод, с небольшими комментариями. У нас вот самый разгар противостояния Иисуса и фарисеев, но не только фарисеев, просто фарисеи наиболее откровенные и явные его противники. При этом он с ними беседует, при этом он не говорит как-то, что вообще даже говорить с вами не о чем. Но народ предупреждает. Тем временем вокруг Иисуса собирались многотысячные толпы, так что люди давили друг друга. Вот, разве мелкая деталь, Лука мастер, конечно, мелкой детали. И мы понимаем, что, может быть, не очень даже их интересовала проповедь, их интересовало, надо же, зрелище, чудо, еще чудо. Здорово, пошли смотреть. Но он обратился сначала к ученикам со словами. Вот тоже интересно. Последовательно он говорит ученикам не то же, что всем, но не в смысле противоположное. Вот таких историй много, когда мораль внутри группы, мораль, которая транслируется наружу, для всех остальных совершенно разная мораль. Внутри можно все, а снаружи ты там изображаешь из себя праведником. Нет, но с учеников больше спрос, с ученикам больше доверия. Поэтому им говорятся какие-то вещи, которые, может быть, простому народу не так актуальны, а точнее не так будут поняты эти вещи. Итак, сначала к ученикам. Остерегайтесь закваской фарисейской, то есть лицемерия. Закваска, понятно, сегодня называется дрожжи, но дрожжи в магазине покупают, а закваска – это то, что было от прошлого замеса теста, там уже есть эти дрожжевые культуры, и небольшой кусочек кидают в новые замесы, и эти дрожжи, соответственно, начинают размножаться и сквашивают новый замес. Почему, кстати, на Пасху иудеи отказываются от квасного, вот как бы обнуляется этот процесс бесконечного воспроизводства хлеба, новое начинается все. И вот лицемерие – то, что заквашивает все тесто, то, что проникает всюду, невозможно из дрожжевого теста вынуть дрожжи, они уже там, они часть этого теста. Лицемерие, может быть, частью религиозности ее не вынишает, не то, что кто-то там очень широко улыбается, на самом деле злится, можно не улыбаться, правда, я вот редко улыбаюсь, но дело в том, что уже сама форма этой религиозности, этой духовной жизни пропитана лицемерием. Не бывает, чтобы тайное не стало однажды явным, чтобы сокрытое не сделалось известным. Ой, как бывает, я так скажу, да, в мире куча вещей, о которых нам говорят, но этого мы никогда не узнаем, и не надо нам этого знать. Ну, иногда узнаем, конечно, и часто это потом нас очень огорчает. Но, наверное, речь идет про некоторую высшую истину, то, что вот перед Богом все станет известно. Что вы сказали в темноте, будет услышано при свете дня, что рассказали в потайном месте, о том будет возвещено с крыш, но крыши были плоскими, с них можно было что-то объявлять, так даже радиоэтилию не было. Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто убивает тело, а сверх того сделать ничего не может. А что же еще сверх того, да, мне бы меньше всего хотел, чтобы меня убили. Я скажу вам, кого стоит бояться, бойтесь того, кто власти на умертвите бросит после того в гиену. Вероятно, Бога все же имеется в виду, хотя есть другое толкование, что это какой-то там соблазнитель, да, который умертвляет, и потом человек упадает в ад. Но я думаю, что все-таки это о Боге, потому что он как бы раздвигает границу. Вот мы думаем, что смерть – это самое страшное, что может случиться. Он говорит, нет, после смерти есть большая опасность. Именно его, говорю вам, стоит бояться. А ведь, смотрите, от того, кого мы подразумеваем, либо Бога, либо, допустим, дьявола, да, кого-то, искусителя, зависит тип религиозности – бояться Бога или бояться дьявола. Очень много в последующем христианстве было вот второго – бояться дьявола, бесконечно всякими там оберегами, обрядами от дьявола отгораживаться, и, собственно, дьявол становится основной как бы религиозной фигурой в этом типе духовности, да. Бог, конечно, есть, но как бы с ним говорить особо не о чем. А вот с дьяволом нужно обязательно как-то разобраться. Но нету такого в Евангелии нигде. Там дьявол есть, конечно, не раз встречается. Но нет нигде такого, чтобы вот дьявол был самой главной знаковой фигурой, с которой вот надо взаимодействовать. Ни в коем случае этого нет. Итак, значит, кого надо бояться? За два осари – это мелкие медные монеты – продается пять воробьев, не так ли? Ммм, дешево у них были воробьи. Но ни один из них не забыт у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь, вы куда ценнее любых воробьев. Вот, опять-таки, бояться Бога можно очень по-разному. Можно бояться Бога. Ой, он накажет. Ой, я там не то съел, не то сказал, не так глянул, не туда пошел, не то сделал. За все, за все, за все накажет. И человек живет в состоянии какого-то колоссального стресса. Потом нередко такие люди отказываются полностью от веры в Бога и прям вздыхают с облегчением. Как хорошо-то я не боюсь никого. Но вот Иисус специально нам показывает, вы ценны. Воробей у Бога не забыть, а ты намного дороже воробья. Значит, бояться не в смысле страшиться наказания, а скорее подсчитать и бояться оскорбить. Вот если у нас есть очень дорогой и ценный для нас человек, то мы же, в общем, бережем его, правда? И боимся, что как-то раним его, да? Вот и с Богом такое же. Говорю вам, кто признает меня перед людьми, того и Сын Человеческий признает своим перед Божьими ангелами. Как просто. Что надо? Очень много поститься, молиться, совершить очень много добрых дел, изучить очень много священных книг, признать Иисуса перед людьми. И все, и ты его. Ну, как человек говорит, я такой-то принадлежу к такой-то общине. Вот и ты становишься частью этой общины. А кто откажется от меня перед людьми, от того, и он откажется перед Божьими ангелами. Ангелы, очевидно, имеют в виду высший суд, то есть некоторая конечная стадия. Кто скажет нечто против Сына Человеческого, тому проститься. А кто злословит Святого Духа, тому не проститься ни в этом мире, ни в будущем. Ну, на этом, конечно, стихи очень много. Было сломано богословские копии. А против Отца можно говорить или нет? Против Сына можно, против Духа нельзя, а против Отца... Нет, конечно, дело не в этом. Просто Сын Человеческий здесь, видимо, понимается Иисус как человек. И вот кто оскорбляет его по-человечески, это еще простительно. Но кто действие Святого Духа, например, у нас было в предыдущей главе «Исцеление», да, которое считали действием Вильзеула, дьявола. Вот кто действие Святого Духа называет действием дьявола, тот не может от Святого Духа получить прощение, потому что он заведомо отсекает себя от его действий. Я это понимаю так. «А когда вас поведут в синагоге и к начальству, и к властителям, очевидно, на суд, на разбирательство, для наказания, не волнуйтесь, как и что говорить в свою защиту, что им сказать. Святой Дух научит вас в тот час, что следует сказать». То есть вот как раз эта ситуация единения с ним, она приводит к тому, что, собственно, начинает действовать он в человеке, а не, собственно, умение, способность, крестование, снаречия человека. Кто-то из толпы попросил Иисуса, учитель, скажи моему брату, чтобы поделился со мной наследством. Ну, понятно, пришел авторитетный человек, нужно уладить имущественный спор. А тот сказал ему в ответ, человек, кто меня поставил среди вас, судьей или посредником? Ну, как кто, отец поставил? Разве Иисус об этом много раз не говорил? Но не в смысле делить себя 30%, а ему 70% или наоборот, да? А в каком-то совершенно ином смысле. Но люди очень часто прибегают к авторитетам, и светским, и духовным, и всяким, ровно для того, чтобы разрешить свои имущественные или иные меркантильные споры. И добавил, для всех, да, выше же у нас шла речь об учениках, а теперь уже для всех. Смотрите, всегда остерегайтесь жадности, жизнь человека зависит совсем не от того, насколько огромны его имущества. Вот со всеми попроще, да, вот это люди, которые не очень, может быть, сообразительные, не очень глубоко копают. Еще он рассказал им такую притчу. Много у Луки притчей, но вот это, наверное, самое известное. Был один богач, его земля принесла ему отличный урожай. Нет, не это, простите, поторопился. Ну, про богачей несколько притчей. И вот земля принесла ему отличный урожай. Стал он рассуждать, что же теперь сделать, ведь это зерно негде хранить. И тогда он решил так. Снесу-ка я свои житницы и построю на их месте новые побольше, чтобы поместить туда свое зерно и прочее добро. Житницы, ну, то есть склады. А потом скажу сам себе, душа моя, много всего припасено у тебя на много лет вперед, так что отдыхай, ешь, пей и радуйся. Но бог ему сказал, безумен, с этой же ночью заберут у тебя твою душу, кому достанется все, что ты накопил. Вот как бывает, когда человек копит для себя самого, когда богатство его не в Боге. Вот притча попроще, да, то есть богатство, вещь приходящая на тот свет, никто не заберет богатство. Вообще-то истина, которую очень многие философы самых разных народов и культур повторяют. И в чем здесь может быть какая-то особенность именно у евангельского текста? А в том лишь, что рассуждения богача показаны, да, то есть он не просто хочет это сделать, он как бы сам с собой беседует, планирует. Или в том, что возникает диалог с Богом, что богач строит диалог сам с собой, а вообще-то есть тот, с кем он мог бы построить этот диалог вернее и лучше, с Богом. А своим ученикам Иисус сказал, «Потому говорю вам, не заботьтесь, чем накормить свою душу и во что одеть свое тело». Почему бы это всем не сказать? Наверное, потому что ведь это можно понять довольно искаженно. Не забудьте, чем накормить, во что одеть. То есть живи, как цветок полевой. То есть не работай, ничего вот не делай. Я не думаю, что это имеется в виду. Скорее имеется в виду то, что не в этом предел человеческих стремлений. Не это главное. И во что одеть свое тело? Ведь душа важнее пищи, а тело – одежды. Взгляните на ворон. Они не сеют и не жнут. Нет у них ни складов, ни жидниц, но Бог их кормит. Ворон, вообще-то, не самые приятные птицы, но тем не менее. Насколько же вы ценнее птиц? Помните, у нас воробьи только что были. Вот и вороны тоже. Не какие-то экзотические фламинго, а самые простецкие птицы, которые тоже часть этого мира, и они у Бога тоже как-то важны. Да и кто из вас может собственным старанием хоть ненамного увеличить свой рост? Некоторые говорят свой возраст. Еще есть толкование время жизни. Но, конечно, можно до некоторой степени увеличить свой рост. Есть всякие упражнения, но очень небольшая. Это степень. А вот низкий человек высоким не станет. Возраст тем более. Может быть, даже продлить срок жизни, так это надо понять. Продлить срок жизни, кстати, можно с помощью лекарств, медицины и вообще отказа от вредных привычек. Но неважно, вот есть какой-то предел. Всегда либо это предел по росту, вот у кого какая высота, либо это предел по возрасту, кому сколько лет, это вообще не в нашей власти абсолютно. Или что-то еще. Но мы не можем вот себя самих сделать другими. Зачем тогда волноваться о том, что вот нас одевает, или о том, что нас питает? «Если такой малости не можете, к чему заботиться о прочем? Дело не в том, что это такое безусловное обещание материальных благ. Ну, может быть, в обмен на веру кто-то добавит, а они еще недостаточно верующие, поэтому Бог не одевает их. Как только они станут верующими, они там найдут на своей помойке прекрасный костюм. Но, может быть, это скорее вот такая принципиальная расстановка приоритетов. То есть для Бога важны вы, а не то, во что вы одеты. «Не ищите, чего бы вам поесть и чего выпить. Не о том, заботьтесь, всего этого ищут в мире язычники. А ваш отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите прежде всего его царство, а прочее получите в придачу. «Не бойся, малое стадо, благая воля вашего отца даровать вам это царство. Продавайте ваше имущество и раздавайте милостыню. Заводите кошельки, что не прохудятся, и небесные сокровища, что не иссякнут. Не приблизится к ним вор, и мол их не попортит». Ну, то есть речь идет про накопления нематериальные, которые не могут быть уничтожены или конфискованы, или украдены. «Где ваше сокровище, туда ведь будет стремиться и ваше сердце». Хороший признак, где сокровище человека. «Пусть ваши бедра будут припоясаны». Тогда для движения, для работы подпоясывали одежду. Она была длинная, если она распущена, то она мешает, конечно. «А светильники зажжены, то есть готовы выходить в путь. И сами будете похожи на тех, кто ждет, когда их господин вернется со свадебного пира». Интересно, что там не с работы, не с прогулки, а именно со свадебного пира. То есть какой-то вот элемент такого грядущего праздника эсхатологического. «Едва он придет и постучит в дверь, слуги ее отворят. Благо тем слугам, которых господин по возвращении застанет не спящими. Аминь, говорю вам, что он сам подпояшется, то есть станет им подобен, усадит их за стул и будет им прислуживать». Вряд ли это происходило в реальности, по крайней мере, часто. Но есть, конечно, праздник в Древнем Риме, когда рабы на время становились свободными, и даже как бы их обслуживали, и господа, чтобы, ну, в каком-то смысле, в карнавальном торжестве, в каком-то смысле для восстановления справедливости. «Аминь, говорю вам, что он сам подпояшется, усадит их за стул и будет им прислуживать». то есть присоединиться к ним, придет ли он после полуночи или ближе к утру, благо им, если застанет их бодрствующими. Но они не знают, когда. Будьте уверены, если бы хозяин дома знал, в какой час ночи явится вор, он был бы на чеку и не дал тому проникнуть в дом. Интересно, что с приходом вора сравнивается второе пришествие. Еще и еще раз, вот эти образы, они не уравнивают одно с другим, они на примере одного говорят о другом. Поэтому это не про то, что второе пришествие похоже на ночную кражу, а про то, что оно настолько же внезапно. Будьте и вы готовы, Сын Человеческий придет в неожиданный для вас час. Петр спросил, Господи, ты расскажешь эту притчу нам одним или всем? Они уже не очень понимают, где вот у них особая, это такая эксклюзивная информация вечно для них. Вот хочется же этой эксклюзивности. Но Господь ответил, а кто окажется верным и разумным управляющим? То есть вопрос не в том, кого я ставлю в эту категорию, а кто в нее сам готов войти и оставаться. Верные и разумные управляющие, ведь ученики в каком-то смысле они управляющие своего господина. Имущество принадлежит господину, но им управляет неким мажордом. Да, вот и так апостолы. Кто окажется верным и разумным управляющим? Господин поставит его над всеми слугами, чтобы он вовремя выдавал всем паек. Благо тому рабу, если господин придет, обнаружит, что он так и поступал. Истинно говорю вам, что господин поручит ему управлять всем своим имуществом. Или тот раб окажется негодным и скажет сам себе, мой господин задерживается в пути и начнет избивать слуг и служанок, пировать и допьяно напиваться. Но господин того раба вернется в день, которого тот не ждет, и в час, о котором не догадывается, и тогда разорвет его, подвергнет одно и участие с неверными. Так, то есть, смотрите, вот как определяется духовное лидерство? Это тот, кто больше всех достиг в молитве, посте, добрых делах, нет, тот, кто заботится о других людях. Они используют это лидерство для самоуслаждения, самообогащения и так далее. Раба, который знал волю своего господина, но не подготовился и не исполнил, этой воли ждет суровое наказание. А кто этой воли не знал и сделал нечто достойное побоев, того накажут не так строго. Кому было много дано, с того всегда и спрашивают много. И кому было много доверено, от того и потребуют много. Вот предостережение. Вот вы хотите инклюзивности, эксклюзивности, простите, вы хотите быть особыми такими апостолами, которым я доверяю больше, чем всем остальным, поймите, что это спрос прежде всего, а не привилегия. Огонь не извести на землю. Вот для чего я пришел. Как же я хочу, чтобы он скорее разгорелся. То есть вы все думаете об иерархии, в смысле выстраивания каких-то ступеней, кто выше, кто ниже, богаче, славнее, но это огонь. Оно гореть все должно. И вы те, кто помогает этот огонь развести. Мне предстоит пройти через крещение, как же мне тяжело, пока это не совершилось. Крещение или погружение, здесь, видимо, речь идет о предстоящих страданиях, как и крещение водное. Это крещение через страдания, оно отделяет его от всех остальных и посвящает на некоторое особое служение. Вы думаете, что я пришел даровать земле мир? Нет, говорю вам, не мир, а раздор. Не мир, а раздор. Как это плохо? Разве мир не лучше раздора? Да. Но в каких-то важных вещах приходится делиться, приходится говорить, что ты против того или этого. Живут в одном доме пятеро, и будут они разделены, трое против двух, и двое против трех. Отец рассорится с сыном, и сын с отцом, мать с дочерью, и дочь с матерью, свекровь с невесткой, и невестка со свекровью. Это, кстати, пересказ пророчества Михея, с 7 главы. Но вот объяснение, что, значит, раздор не в том дело, что Иисус будет подзуживать кого-то, поссориться с родными и близкими, а что его проповедь неизбежно вызовет это разделение. А народу, все-таки то было для апостолов, Иисус сказал так. Вот вы видите, как к западу приходят тучи, говорите, быть дождем, запад же там это море. И так оно и бывает. А когда дует южный ветер, говорите, быть жаре, и она наступает. Лицемеры, вы способны предсказывать погоду по приметам земным и небесным, неужели вы не способны распознать приметы времени? А какие приметы времени? Вот куда дует ветер, или какое небо? Мы это легко понимаем. А вот приметы времени – это что? Это где? Это куда смотреть? Ведь это намного сложнее. Что же вы сами никак не разберетесь, в чем правда? Как разобраться? Когда ты идешь к правителю на суд, вместе со своим противником, постарайся с ним все уладить по дороге. А не то противник потащит тебя к судье, тот передаст тебя приставу, а пристав посадит в темницу. Говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не уплатишь все до последней полушки. А буквально лепта, то есть мелкая монета, восьмая часть ассы, там у нас за два ассы продавали пять воробьев. Причем здесь это? Причем здесь вот то, что потащит кого-то на суд? А вот знамение времени, может быть, это отчасти про как раз вот то, что происходит, когда люди враждуют, когда люди не могут найти какого-то мирного решения. И вот сами эти споры и раздоры, они тоже говорят довольно много времени о том, что должно произойти что-то, что изменит эту жизнь. Но что пока никому не понятно. Эти разговоры и споры продолжатся в следующей 13 главе.